так это фотография это фотография кундука я его купил в москве когда там это самое был два раза какой-то из этих разок я купил саженец привез посадил он растет медленно ну это же кустарник он растет и каждый год у него сережки замерзают а второе это кундук настоящий хотя бы потому что замерзает речина она попроще вот и что интересно да вот как получилось речина дает орехи дает немало я показывал фильмах я стоял уже дерево я снова собирал кучки которые выпали из этих из розочек выпали из гнездышек я их собирал я их вам продавал а Сергей вырастил десятка два саженца вот так стоять никому не нужно хотя хуже то уже не будет та речина некоторые качества возвращаются в лесные я сам вырос на лесных орехах у них еще есть на родном название лесная а вот это вот у нас включаем может в этом зима была минус 32-33 самое теплое а вдруг в этом году что-то с него получится посмотрим задавайте вопросы осенью вдруг поделись там косточками вот это интересный феномен светлана правильного района заказала у меня семена получилось так что заказала от правила 25 и вот переписка а получила на 26 вот она так и должно быть то есть сами понимаете рядом мой шоссовский район и курагинский район они они соседи это раньше на гостях ездили садились в телегу и поехал там самолонки побольше набрал и поехал друзьям в курагинский район вот а придем они показывали да мне действительно дело за один день доставлено правда 400 рублей вот такая посылочка вот такая вот 400 рублей вот цены со мной не согласовывали а вот что было раньше несколько лет назад я акцент делал почему сейчас все зависит только от этих а денег несколько лет назад я не говорю что именно на светлане украинский район и отправил такую же посылочку она стоила мне что-то под 700 рублей что с чем-то так вот и самое страшное еще почему так дорого там было написано на крыла этом на крыла авиа то есть соседи район вот рядом вот граница этого я не раз объездил на автомобиле не помню сколько сейчас и вот получалось так что ехать на автомобиле за сутки дошла и вручили а до этого провели авиа я представил себе с хакаси отправили москву с москву красноярск красноярск и венусинск и венусинск и венусинск понял да вот он у того стоил но сейчас приходится платить за это вот за эту скорость 400 рублей вот за такой но зато за один день добрый день у нас в закарпатии был мороз при святении абрикосах весь цвет вымер чтобы вы посоветовали делать на следующий год чтобы не допустить пробачьте друзья полного ответа не даю четкого почему потому что я ни разу не спасал от забросков потому что я выбирал то что заброски выдерживает и вспомните что двух местах ваулин который мой мажорский абрикос довел за плодоношение мои сеансы вот эти вот начиная вот с таких вот сеансов самосев да я рассказывал довел за плодоношение они у нее выдержали пать на в этом источнике минус 7 градусов заморозок весной по время цветения а во втором в минус 8 во втором источнике было так и что получается мне приходилось знаете самая удобная вещь по натуре не то что ленивый я не люблю ненавижу не нужно работать я потом расскажу как и постепенно отменяя один прием второй третий счет и чем больше отменял тем больше тем далее были деревья наконец уже перестал их опрыскать клянусь богом я не в этом году не покупал ни одного грамма хотя у меня и прививки есть не только взрослые деревья вот мне опять пришлось ну как можно поверить что я не покупала у меня уже я уже на яблонях и на сливах стараюсь обходиться это минимум и вот получается что раз я не мог не имею своего опыта я как бы оправдаюсь я все что знал говорю значит сырая костры задымление вот сейчас если задымишь сразу на 50 тысяч залетишь вот но что было то было тоже с водой есть совет тоже с водой сколько есть любые емкости с водой на момент когда ночью начинается минус вот под каждое дерево такой тазик ведро чуть-чуть повышается влажность воздуха и легче переносит заморозок цветы душ насосом можно делать насос и специальные вот эти вот самые улетки они так хорошо распыляют и якобы то же самое повышаем повышаем сопротивление мороза следующие но это же то же самое опрыскивание я вам показывал на данный вебинаре я подготовил специально как снова это пусть это было чужой опыт но я вам показал на фотографии как спасают виноградники во франции а там те же самые проблемы как в каком юге бы не было как мне с этого с дагестана звонили господи константинович ну что делать а каждый год тут под заморозок и все абрикосов нет и это где благословенном месте почти субтропики ну правда в горах там не сказать и тоже обидно так вот французы я показывал фотографию сотни печек прям просто печки которая нагревает воздух просто нагревает воздух обычно заморозков нету этого ветра даже маленького это тишина полная тишина и мороз и вот значит я вспомнил знаете что я вспомнил выражение так вот такое выражение откуда помню не знаю но помню значит богатый человек обращается к слуге там джон или там пер закройте все форточки я не собираюсь своими деньгами обогревать всю вселенную грустная конечно это шутка до печки настоящие печки буржуйки значит в франции сотни посреди причем являлся что горели там именно трава посреди огромного нагревая прям всю вселенную стояли посреди цветущего цветущего виноградника ну и наконец что такое экзотика якобы я опять мимо меня не знаю есть вещи которыми опрыскивать можно цветы и они уже якобы именно цветы именно каким-то веществом вот не вникал не пробовал но якобы помогает что такие вещи есть продажи я себя оправдываю тем как легко кроме чего не делать в саду во-первых здоровье это во вторых удобно а мой сад и все по честному сад селекционный поэтому ничего не делаю красота и здорово да средь коченко повторяю дело в том что у меня нет обратной связи друзья с вами добрый день я проживаю санкт-петербурге абрикосы растут у нас без проблем выведены специально до северо-запада всех с праздником победы но раз понравится праздник значит это живой человек я хочу чтобы кто-то все-таки санкт-петербург у меня к нему к одному из санкт-петербурга огромный счет почему я повторяю никто мне не помог никто не прислал ни одного факта что абрикосы я знаю несколько случаев даже мои плодоносит но несколько садов где по три по два абрикоса это еще не санкт-петербург где миллионы людей только а в этой области ленинградской еще с миллионы так ведь и рядом еще вспоминаем все то что как относится к этому прибалтики польский полуостров вспоминаем вспоминаем архангельская область и вспоминаем ой там что только рядом нету вот еще несколько областей и вот получается что я этому не верю но и доказательств нет а люди идут на рынок и покупает якобы прям тут же их врачи я хочу знать где врачи хотя бы одни когда-то доктор наук профессор когда-то он был в Санкт-Петербурге закрыли мне кажется по делам институт который занимался этими проблемами так я фамилию не называю вот меня печатала крупнейшая газета ваши шесть соток обсыпались такими наградами что это сама звание и там вагурят там эти премии какие крупные были все печатали а потом получили письмо от доктора наук письмо лежит в архиве почему не показываю потому что не хочу подставлять чека даже хотя он сыграл страшную роль не описали печатать потому что он написал а он сам из под Питера скажем так и фамилию даже первую букву фамилию не буду называть вот живой человек его ведь он и сейчас действующий вот его гением называют какой кто ну журналисты любят нас это обзывать и вот получается что он написал следующее уже не может абрикосов потому что при этом не стал потому что у меня было 18 сорта форм и все выпали до прудоношения вот и с тех пор я в санкт-петербург неровно дышу понимаете неровно я хочу знать что если да то да если нет то нет тысячи жителей санкт-петербурга купят саженцы которые кстати во Финляндии даже не пробует врача а рядом я вам показывал фирмы снятые с помощью землячки моей там тамошли на финской стороне понимаете у человека логика у меня все погибло я доктор наук но если же не может быть и меня перестали печатать а письмо прислали ну надежде на мою естественно как бы сказать на мою деликатность посмотрите видите ну что мы можем сделать но доктор наука вы кто и тоже проверять не стали и нету у меня никакого абрикосов сада вот с уражаемыми рекордами нету это вы все что вы видели это была шутка это я просто над вами ну ладно и так я хочу знать если там абрикосы я до сих пор не могу успокоиться что из меня сделали доктор наук обманщика вот за все годы эти смотрите еще раз процитирую очень важно и так мне нужно чтобы вы взялись за эти еще ниже покажу там если когда эти телефоны мне нужно чтобы среди вас хотя бы нашелся ну хотя бы один-два тем которые посвятят вот этому разоблачению ну нельзя же так-то на миллионы деревьев с этого вы думаете в этом году их меньше было санкции санкции сейчас прекратили до этого казахстан есть прямая дорожка запада к нам вот и вот получается итак я хотел поизгаляться в каком плане если троценко взялся за темирезовскую академию и написал им что где ваши фотографии я напоминаю чем дело кончилось он вынудил человека который это называется и сама темирезовская а питомник темирезовская причем точно что это темирезовская и агроном отвечает на вопросы и когда она предоставил стенки он не выдержал и сказал правду наши абрикосы не плодомосят оставался вопрос а если они вообще вот и тогда я пытался развивать эту жуткую загадку невиданную на все века из морозы морозы это какой надо иметь стране лохотрон гигантский артон ты рассказывал на вроде еще был жив или узнает удавиться от зависти мы вроде куда ему против этих миллиардов которые каждый год с кармана вынимает куда и вот это тогда нам ответил сад есть но не плодоносит я думаю а саженцы я лохотрон лохотроном тот самый наш случай вот этот вот сад есть но не плодоносит как я думаю семена же какие-то надо иметь а он не плодоносит а речь шла об абрикосах если нет плодов что же это получается откуда они саженцы это вырастить чтобы вырастить абрикос нужно посадить абрикосовую косточку он не укореняется как это абрикос как укореняется тоже явно как соответственно не плодоносит вот это лохотрон подумал я идти поизгалялся я показывал вам и все это но он или у него ли скорее всего не скорее чем все как есть честно выполнять свою роль даешь это все что продать саженцы вот второй момент помните проходили сад есть но так как маточи это нет плодов тут все наоборот раз он маточи а плодов нет опять где живут вашу мать-то это самое выращиваете то из чего ветки втыкайте но это яблони можно то есть плодов не может быть вот и наконец третий те замараться не стали это мне ответили нам некогда делать фотографии сада мы брали из интернета потому что нам некогда делать фотографии сада вот ну по крайней мере это но где их делать то может сада то нет ну 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 ну